Публика, трибуны полные, и все-таки моя программа короткая, особенно поставленная для того, чтобы музыкальные акценты подчеркиваны только я, но и все-таки вместе со мной люди, которые находятся на арене. Сегодня в этом плане было очень приятно кататься. Я думаю, что это даже в некотором роде больше закрасило программу. И сегодня был настроен работать, настроен был выполнить свою задачу. Получилась ошибка во второй части на тройном аксе, совершенно неожиданная. Пока я еще не обсуждал с тренерами, почему так случилось. Пока могу предполагать только то, что, может быть, немножко после второго выполненного четверного поддался эмоции. Наверное, надо было холод в голове держать. Хотя бы, да, вызвать тренеральный максимум, потом уже выдавать эмоции. Упав с акселя, понял, что нельзя сдавать программу, нужно показать ее. И в этом плане очень помогла сегодня опять же публика, потому что я чувствовал, что им нравится программа. Я хотел показать его всей красе в плане компонентов. Поэтому, наверное, сегодня поставим троечку с плюсом. Все-таки аксель – это серьезная ошибка на сегодняшний день. Что вы вышли сейчас после нашей программы гомеша, для вас что это значит? Конечно. Для меня сейчас ничего это не значит, потому что мы приехали выполнять свои задачи, а задачи у нас очень серьезные. Поэтому сейчас мысли только об этом. Опять же, дал эмоции в конце программы. Сейчас уже я максимально сконцентрированный, не буду распыляться. А что Елена Германовна говорила до и после? Как настраивала, на что просила обращать внимание больше всего? Это лично. У вас очень стильная, короткая программа, вы в белой рубашке, в подтяжках, у вас татуировки. Расскажите, как вы вообще пришли к этому образу и расскажите про вашу татуировку поподробнее. Что они означают? Это уже можно в какой-нибудь другой интервью договориться. Сегодня все-таки чемпионат России и, наверное, будет сейчас правильнее только общаться по поводу фигурного катания. Серьезная задача – это стоять, цель выиграть или хотя бы в тройке кататься? Серьезная задача – это максимально исполнить свои программы достойно и попасть в брону России соответственно. Как сами тренили свою форму, состояние? Хватает? Да, я в хорошей форме сейчас. Конечно, всегда есть к чему стремиться в этом плане. Это такая вещь бесконечная. Нарабатывать можно постоянно, что угодно. Поэтому, естественно, сейчас середина сезона и на 200% никто, наверное, не подошел к этому турниру. Мы постарались хорошо подготовиться. На сегодняшний день это более чем достаточно. Травма позади, ничего не мучает. Блин, если бы я еще говорил журналистам о моих травмах, как у нас многие любят, я думал, у меня бы все интервью об этом были. Поэтому я в порядке, по пятку. А можно сказать журналистам, обрели бы мужскую харизму, которую, в общем-то, не доставало, когда бы обыгрывали олимпийских чемпионов? Ну, скажем так, что все равно стремимся во всех аспектах развиваться максимально. Все по этому поводу, скажем так. Максим, первый взгляд на протоколы, получается, правила поменялись, а вы, получается, продолжаете как бы рисковать и заявляя контент как бы сильнее всех участников, это ваш как бы путь или вы планируете по ситуации варьировать? Если вы играете сильнее всех участников здесь, как бы, естественно, мы смотрим на, в общем, на мировой уровень, и я бы не сказал, что у меня сильнейшая программа в мире, что произвольность, да, она не слабая, но есть ребята, у которых в техническом плане послажнее. Поэтому все-таки надо стремиться, наверное, всегда к самому максимуму, поэтому мы, наверное, отступать не будем, и смысла нет, потому что я это могу делать, и зачем свои же плюсы, свои преимущества, себя же отнимать? Поэтому, наверное, это правильный путь. Хотелось бы еще четверной какой-нибудь новый освоить стабильно и в будущем практиковать. Пока на сегодняшний день.